Здравствуйте, мои дорогие клиенты, подписчики и гости канала. Я Наталья Родомская. Как и обещала, сейчас я с вами поделюсь таким советом, как себя защитить от любого магического воздействия, то есть от порчи. Каждому из нас дана судьба пройти определенный путь, сделать какой-то выбор в своей жизни. И каждый человек имеет право быть счастливым. Нам высшими силами дается этот шанс. Но порча, как любое магическое воздействие, уничтожает судьбу человека, и человек становится несчастным. То есть на его судьбу накладывается иная, черная программа. Давайте разберемся, какая же бывает порча. Порча бывает на смерть, на болезнь, на бесплодие, на разлучение двух людей, которые в паре, на закрытие всех жизненных путей, то есть на неудаче, а также приворот. Это тоже разновидность порчи. Знаете, я не буду рассказывать сейчас о каких-то там секретах, типа подуйте три раза, пробегите вокруг дома со свечой. Вы, наверное, уже смотрели подобные видео, либо читали в интернете. Я дам такие советы, которыми я лично пользуюсь сама и советую своим клиентам. Первое. Носите на себе нательный крест. Вот. Как у меня. Потому что если человек выходит из дома без креста, это все равно, что солдат идет на войну без оружия. Это ваша броня. Также вы должны обязательно быть же скрещены православным человеком. Почему православным? Потому что я вещаю для наших православных людей, и поэтому я много знаю православие, я сама верующий православный человек, и я бы хотела, чтобы... Ну, я, вернее, не хотела бы, а я, конечно, хочу, чтобы вы были верующими православными людьми, но просто я знаю, что большинство из вас, конечно же, ну, я не вещаю, что меня мусульман, хотя, например, мусульман тоже меня смотрят, но я все-таки, я советую, покреститесь православными верами. Я не навязываю, просто советую. Я с другими верами не сталкивалась, не знаю, но знаю точно, что православие защищает. Это я проверила на себе железно. Так вот, кроме креста и крещения, что нужно? Не просто знать, что все, я покрестился, у меня кресты, меня Бог охраняет, а все классно. Нет, дорогие мои, не так. Каждое утро натощак вы должны обязательно выпивать глоток святой воды и вкушать просфору. Просфора – это такой хлеб церковный, его специальный пекут для того, чтобы люди его потребляли, чтобы не болели, чтобы были защищены от всякого магического воздействия. Вот такой секрет именно натощак. Возьмите за правило, каждое утро, вот вы просыпаетесь, первое, что вы должны вкусить, вот этот хлебушек, пресный просфору и водичку. И знаете, что ни один колдун к вам никогда не подойдет. Пусть хоть он тонны всего подсыпает, дарит, дает, ничего на вас не будет воздействовать. Главное еще – вера. Конечно же, желательно еще, чтобы вы ходили в церковь, исповедовали, спрещались, соборовались – это в идеале. Но если вы хотя бы будете такие простые вещи делать, то уверяю вас, что все будет отлично. Вы наверняка слышали о таком магическом явлении, как защита от порчи. Какой-то вот маг может такую защиту поставить на человека. Да, такую действительно есть, защиту можно поставить. Но знаете, что если за дело берете профессионал, кто будет на вас читать чего-то там, то он пробьет любую защиту. Если какой-то дилетант, то, конечно же, на вас это не пойдет. А вот если профессионал, он пробьет любую защиту. И защита ставится на три месяца, ну максимум на полгода. И то ее можно пробить. Самая лучшая защита – то, что я вам сказала. Это проверено железно. Очень просто. И бесплатно практически. А что же произойдет тем человекам, которые на вас слал порчу, а на вас она не подействовала? Очень интересный вопрос, правда? Я вам расскажу. Я наблюдала даже за такими людьми. Люди, которые делают, а к другому человеку они, ну, как бы сделали, она попала и не пробили. Потому что человек защищается способами, которыми я вам сказала. Вы знаете, что порча никуда не девается. Она сама по себе не рассасывается. Она куда? Она все равно должна куда-то деться. Ну, куда-то. То есть, если она к тому не попала человеку, то возвращается к тому, кто ее поставил. Ну, логично. Но возвращается в втором размере. Потому что порча – это бесы. И если бесы туда не попали, они злые, как собаки. Они потом возвращаются к тому человеку, который это делал. И, естественно, происходит с ним страшная вещь. Этот человек может сойти с ума, сдвигаться, вот, ну, на психическом уровне. Этого человека могут постигнуть страшные несчастья, какая-то смертельная болезнь. Но умелеть даже можно. С его родными обязательно какие-то вещи происходят. Родные теряют работу, деньги и благополучие в жизни. Умирают домашние животные. Но много вещей плохих происходит. То есть, обратка бьет по самому больному месту. Но также, знаете, еще. Тот человек, который делает порчу, ну, и не дай Бог, она действует, все равно он откупается в своей жизни не деньгами, а самым дорогим. Потеря близких, потеря здоровья. Потом все-таки, как бы, Бог видит. И нету такого понятия, что Бог наказывает. Бог никого не наказывает. Человек сам себя наказывает. То, что мы делаем, мы это и получаем. Поэтому защищайтесь от любого магического воздействия. Будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал. И также покупайте мой авторский сонник на 500 сунглом. Все значения проверены на протяжении 20 лет. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok